Тариф комфорт предназначен для комфортных поездок. А вы знаете почему рюкзак на коленках, а не в багажнике? Потому что багажник немножко занят. Семь, восемь, девять, десять, девять, двенадцать, шестнадцать. Всего доброго, хорошего дня. Спасибо и снова. Здрасьте. Здрасьте. Как вы меня так поймали? Я аж прям на лету. Пристегляйтесь, пожалуйста. Скажите, радиостанцию включить? Я слушаю, если что-нибудь. А, всё понятно. Спасибо. Вам сейчас куда ехать? Мне либо здесь, либо чуть дальше. Здесь пойдёт? Да. Здесь. Спасибо вам. Всего доброго. Хорошего дня. Спасибо. На балокирецки, да? На балокирецки. Пристегивайтесь, пожалуйста. Вы со мной? Да, да, да. Говорю, пристегивайтесь, пожалуйста. Ремешок. Я понял, что в наушниках, думаю, покажу. Передки? Где-то здесь? Да, наверное, 23. Да? Здание, да. Я думаю, дальше ближе. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Да, не нашло. На Машкову, да? Да. Хотите больше не попадать в такую ситуацию? Не заказывайте по автоматическому определению кардина. А, надо указывать свой адрес, да? Нет, ну, вы можете воспользоваться той позицией, которую он определил, но ее надо проверить обязательно. Правильно, я поняла. Извините. Раньше эта проблема была только когда люди заказывали, сидя в ресторане, ну, потому что определение идет по спутнику, их телефоны пытаются найти спутники, но не могут и что-нибудь указывают рядышком. 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 Яндекс как-то даже интересно подсветил, написал, что это дополнительная услуга, которая оплачивается отдельно. Точка подачи указана верно, на дублёре Комсомольского проспекта, но, к сожалению, я не мог подождать клиента там, и мне пришлось проехать дальше. Соответственно, мы созвонились с клиентом, она подошла чуть вперед, я чуть сдал назад. Но, смотрите, какая интересность. Дело в том, что пёсель бегал по улице своими лапками, и сейчас пассажирка его упаковывает в сумочку. То есть, перевозка идёт по правилам сумки-переноски. И я считаю, это просто замечательно, потому что пассажир всё верно оформил, пассажир верно указал адрес, пассажир перевозит собачку в сумки-переноски. Это просто замечательно. Но даже вот в такой замечательной ситуации бывают неприятности. Такое оно у вас почти игрушечное. Маленькие ещё очень, да. Четыре месяца. А это какая-то порода, я смотрю, она такой прям, как в мультиках рисуют. Да, это спинея. Спинея. Куча-то спинея. Не забудете пристегнуться. Да, я сейчас пристегнусь. Так. Как так. Товарищи, гейшники стоят. Угу. Просто в какой-то момент пёселю стало скучно, и он решил погулять по машине своими грязными лапками. Маленькие пёселюtle. Товарищи. Да. Маленькие ш 투. Ладно. Маленькое шоу. Так. Ёз. Субтитры делал DimaTorzok До свидания Вот, ребят, вы спрашиваете, да не, ну не может быть, чтобы пассажиры были прям молодцы и правильно все указывали Вот вам, пожалуйста, пассажирка Точка А, точка Б указаны верно Перевозка животного указана Животное в сумке переноски Все просто идеально И никаких проблем Пассажирка пристегнулась, ну да, пусть не сама Пусть после моей просьбы Но все же у нее не было никаких возражений по этому поводу Вот, хотя я вам скажу так Что не все так гладко Даже в таких поездках Я вам сейчас покажу, почему Вот смотрите, здесь ехала собачка И теперь смотрим в увеличенном режиме Вот это шерсть собачки, которая ехала в сумке переноски Вот это с ее лапок сыпалось Вот это вот Вот это вот Шерсть, которая была на сумке снизу Вот это вот шерсть, которая была На сумке снаружи Вот теперь После этой поездки Все равно Нужно ехать На пылесос И приводить все в порядок Вот такие вот поездки с животными Хотя и по всем правилам Но пассажирке я все равно ставлю 5 Потому что она сделала Все отлично Стандарты чистоты у всех свои Для кого-то нормально, что снаружи сумка в шерсти У кого-то дома в каждом углу это шерсть И они не замечают ее Они ее реально не замечают Вот А если поставить такой пассажирке низкую оценку Она не поймет, что она сделала все верно Она заказала верно Она оплатила верно Она везла в сумке переноски И сама была пристегнута Поэтому низкую оценку я считаю Ставить вот при такой истории Неправильно А то, что надо ехать на пылесос Вот как раз для этих случаев У меня был ручной пылесос с собой Но сейчас я его с собой не брал Вот Ближайший пылесос, который я знаю Вот ближайший это садовая черногрязкая Может туда заехать Я понимаю, что там уже другие ребята Но это ближайшее место Где можно рублей, наверное, за сто Сейчас пропылесосить Сидения и коврики Так, ребят, ну что Заехал я на моечку И все нормально Меня пропылесосили за 250 Деревянных долларов Так что Все прекрасно Выезжаем Еще и протерли Чтобы запаха псины не было Вот так вот Сим-Сим, откройся И на линию И поехали Вот зачем ты в правом ряду едешь?